Громкий медицинский скандал в Владикавказе. В одной из поликлиник обязанности главврача исполнял молодой человек без какого-либо высшего образования. Как выяснилось, на работу он устроился по фальшивому диплому, а подчиненные не догадывались. Репортаж Анны Курбатовой. Вот это получается кабинет, в котором сидел Никиташенко, да? Ну да. В кабинете исполняющего обязанности главврача сегодня пусто. В приемной рассказывают, как только все узнали, что у доктора нет медицинского образования, он покинул рабочее место, не успев собрать даже личные вещи. То, что главный врач не врач, вовсе выяснили активисты ОНФ. Начали разбираться, откуда у 25-летнего доктора необходимый для этой должности 5-летний стаж. Сделали запрос в прокуратуру, а оказалось, у Георгия Никиташенко не было даже диплома. А тот, что он принес в отдел кадров, фальшивка. Сейчас нам разводят руками. Говорят, проверяли, недопроверили. Мы зашли на сайт Академии и просто посмотрели, что там есть действительно такой лечебный факультет. И это как-то нас успокоило. Пациенты поликлиники вслучившейся до сих пор верят с трудом. Я слышал, ему 26 лет, что ли, он главврачом достал. Это я не знаю вообще. Ну, конечно, такие врачи страшно. Кому мы доверяемся. Страшно, конечно, что вот таких людей назначают врачами. Вот та самая гуманитарно-техническая академия, где учился псевдодоктор. В поддельном дипломе только четверки и пятерки. Вне поддельной зачетки она до сих пор хранится здесь. Из восьми экзаменов три вообще оказались ему не по силам. Он должен был сдать у нас восемь зачетов. Он сдал всего пять. И как не сдавший промежуточную аттестацию, вероятно, боясь отчисления, он ушел в академический. Сегодня Георгий Никиташенко с журналистами немногословен. Диплом, который вы предоставили в поликлинику, был поддельный. Вот вы можете это как-то прокомментировать? Не могу. Не можете? А ведь еще совсем недавно давал такие интервью. В местной газете доктор рассказывает, как получил диплом, окончил интернатуру в Москве и работал в поликлинике в столице. Последнее оказалось правдой. С поддельным дипломом он несколько лет проработал в разных медучреждениях. Сначала в Москве терапевтом, потом зав. отделением, после приехал во Владикавказ заместителем главного врача. И вот очередное назначение. На этом любительском видео Никиташенко с размахом отмечает новую должность. Удивительно, но ни у младшего персонала, ни у опытных врачей вопросов компетенции почему-то не возникало. Знания определенные были. И засомневаться в себе он не дал. То, что он работал и в трудовой книжке это было, две поликлиники города Москвы, то есть это внушало доверие к данному доктору. К сожалению, при устройстве на работу ни у одного врача дипломы на достоверность кадровой службы не проверяют нигде. Судьбу владикавказского доктора сейчас решают полицейские. В материалах предварительной проверки усматриваются признаки преступления, предусмотренные частью третьей статьи 327. Это использование подложного документа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Между тем, в полиции не исключают, что эту статью вполне могут переквалифицировать на мошенничество. В этом случае Никиташенко грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас он отстранен от должности. Ну а после истории в этой седьмой поликлинике, говорят ВНФ, в республике намерены проверить дипломы всех главных врачей. Анна Курбатова, Георгия Хвледиани, Владимир Ковалец, Ольга Кириль, Лилия Зорина, Татьяна Бакулина, Первый канал.